Подобные памятные митинги раньше проводились в разных точках города, но вот уже второй раз ветераны-интернационалисты и матери погибших воинов собираются у монумента «Афганский узел». Он был установлен в Комсомольском сквере в прошлом году сразу после встречи главы государства с воинами-афганцами. Подвиг их сыновей, скажем так, не забыт. Но современные молодежи, которые мы продолжаем воспитывать с вами все вместе, это тоже такой неоценимый вклад. Почему? Потому что, как я уже говорил, ребята, которые сейчас продолжают выполнять интернациональный долг, защищают интересы Российской Федерации в различных регионах, поэтому они тоже воспитываются на подвиге именно тех молодых ребят, которые тогда, еще не зная, куда они уезжают, помните, это было все так покрыто определенной пеленой тайной, уезжали и с честью, с достоинством выполняли свой интернациональный долг. Будь то война Великая Отечественная или современная, это всегда боли, слезы родных и близких. Юрий Евсевлеев был командиром отделения роты специального назначения. С 1982 по 1984 год служил в Кабуле. Повезло, остался в живых. Но память хранит события тех лет, когда, вернувшись из армии, стал по-другому относиться и к матери, и в целом к жизни. Не забывается, все равно встречаемся с друзьями, общаемся, потому что кто там служил, только понимает истинную мужскую дружбу, а так, ну, не забывая. В 10-летней войне Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. Память сочинцев, не вернувшихся на родину, сегодня почтили минуты молчания. Мы по сложившейся традиции едем на сочинское городское кладбище, Адлерское, Лазаревское, Догомырское захоронение, возлагаем венки на могилы тех наших ребят, которые погибли в Афганистане. Это уже традиция, мы ее нарешать не можем, она всегда выполняется. Ну а здесь у памятника воинам-афганцам всегда много цветов. Их приносят и боевые товарищи, молодое поколение сочинцев, и даже гости, которые, находясь в курортном городе на отдыхе, идут 15 февраля к монументу «Афганский узел», чтобы поклониться подвигу советских воинов. Гелина Овсец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.